Девушки отдыхают А попугаи есть у кого-то? Нету? Есть, есть попугаи У тебя есть попугаи, да? Да Окей, круто А вы их любите? Да Вы с ними играете, их кормите А бывает такое, что Ваши животные заболели? Бывало такого? И что вы делали? У меня был котик, но мы уехали из России, где он был? Ну, конечно, она сейчас еще болеет Она болеет И так бывает, когда животные болеют, мы их вводим к врачу У нас была курча, и она умерла Итак, я вам расскажу Сегодняшнюю историю Об одном котику Его звали Барсик Он жил в одной семье Где его очень любили Его любили дети Миша и Оля Они постоянно с ним игрались Его любил и папа Когда он приходил домой, садился Котик к нему прибегал И ложился ему на ноги И так сворачивался Его любила и мама Когда она готовила, она ему давала чуть-чуть покушать Очень вкусную еду Его все очень любили И с ним игрались Но у него была одна особенность В том, что он любил убегать на улицу Где жили уличные коты И иногда он так далеко убегал Что его потом искали всей семьей Представьте, что его искали всей семьей Однажды так далеко-далеко убежал Что когда они его нашли Он был весь грязным, голодным Его брали назад домой Там ему давали покушать И его постоянно отмывали И так было часто И однажды дети заметили Что он начал чешаться за ушками Потом он перестал Не хотел играться И не хотел даже покушать И себе просто лежал в углу С грустным видом И всем стало понятно Что с ним что-то не так Наверное, он заболел Его взяли и повезли к врачу Повез его папа Да? Да Ветеринар Да, молодец Врача звать ветеринар А вся остальная семья Она ждала в дома И ждала и молилась Чтобы котик выздоровел Чтобы с ним было все хорошо И когда папа приехал домой С котиком Он сказал Наш котик заболел Но его можно вылечить Ему нужно каждый день Мазать мазью Его красные пятнышки Которые высыпали И спросил папа Кто будет лечить Своего котика? Вы бы лечили Свои животные? Да Лечили? Те пятнышки Которые были Они были Или от клещов Или от Или от Айдеги Да Маленькая девочка Подняла руку Так же как и вы Сказала Что она тоже Она хочет его лечить Но папа Ее предупредил Что когда ты будешь Лечить Ты тоже можешь Заразиться Этой болезнью И она так подумала О нет Она представила себе Как тоже будет Чесаться От этих прыщов И как у нее Начнут выпадать ее волос И она такая Не я не буду И Папа сказал Ну тогда буду Лечить я А мама Спросила его Ну ты же тоже Можешь заболеть Но папа сказал Ну ничего Я тоже буду Лечить себя Да Еще Еще Можно Родиться Ну Решаем От кошки Да Что такое Этот котенок С чем-то И этим Заразился И вот Папа Брал Каждый день На руки Этого Котенка И постоянно Мазал ему Красные Пятнышки Каждый день За днем День за днем Котику это не нравилось Потому что Он Вот Этот запах Был очень резкий Лекарство И ему Кожу жгло И однажды Папа тоже На папе тоже Появились Эти пятнышка Папа тоже Заразился Этой болезни И когда он Брал своего Котика Мазал ему Потом он Мазал и себе Эти красные Пятнышки И маленькая Его дочка Смотрела И говорила Мне так Жалко Папу Он Ему тоже Наверное Болит Брат Ее говорил А папе Жалко Котика Потому что Он Решил Полечить Ему Он знал Что заболеет И он тоже Взял Котика Лечить Но В скором Времени Они Выздоровеют И да Так случилось Через некоторое Время И папа И котик Они Выздоровели И это был Очень прекрасный День Для всей семьи Они брали Котика С ним Игрались Ему Давали Кушать Он Даже Поправился Даже Чуть-чуть Вырос Он стал Побольше Это был Большой Праздник И так же Само Я хочу Вам сказать Что так же Само Иисус Ему Было Жалко Нас И он Взял Все наши Грехи На себя И Через Это Он Страдал Я хочу Чтобы Мы Молились Чтобы Мы Поблагодарили Бога За то Что Он Очень Нас Сильно Любит И Чтобы Мы Любили Других Прошу Всех Подняться И Помолиться Кто Помолится Я слышу Кто-то Помолится Здесь Или Здесь Дорогой Иисус Благослови Нас Затчих Деток Суб Суб Я Всегда Был Зыв И Моя Семья Аминь И Еще Помолитесь Ок Давай Дорогой Иисус Спасибо Что Нас Сегодня Приво В церковь Защищай Нас Всегда Аминь Аминь Все Ребята Садимся На свое Место Берем Разукрашки Приветствую вас Дорогая Церковь Дорогие Сестры И Братья И Хочу Сказать Что Это Очень Большое Благословение Когда Каждую Субботу Мы Можем Быть В Доме Божьем Там Где Господь Встречается Со Своим Народом И В Библии В 99 Псалме Есть Рекомендации С каким Духом С каким Настроением Мы Должны Приходить В Дом Божий Входите Во врата Его Со Словословием Во дворы Его С хвалою Славьте Его И Благословляйте Имя Его Я знаю Что каждый Человек Который Пришел Сегодня Сюда Он Имеет Дух Благодарности Богу За Его Заботу И Любовь И Вот Наше Участие В сборе Даров И Пожертвований Это Тоже Наша Благодарность Богу Это Выражение Нашей Благодарности И Это Часть Нашего Поклонения Господу Может Быть Кто-то Подумает То Что Я Делаю Это Всего Лишь Капля В море Но Не Важно То Сколько Вы Делаете Важно То Сколько Любви Вы Вкладываете В Сво Дело И Даже Не Важно Какую Купюру Вы Сейчас Положите Важно Сколько Любви Вы Вложили В То Когда Вы Готовили Эти Дары И Пожертвования Недавно Я Прочитала Выражение Матери Терезы Которое Мне Очень Понравилось Она Пишет Так Я С Большим Уважением Отношусь К тем Людям Которые Добросовестно И Тщательно Выполняют Даже Самые Малые Дела Малые Дела Действительно Малы Но Делать Малые Дела Добросовестно Это Большое Дело Пусть Господь Благословит Каждого Из Нас Быть Верным И С Любовью Совершать Каждое Служение В Которое Мы Участвуем В Церкви Приглашаю Вас Сейчас К Молитве Дорогой Наш Любящий Господь Мы Благодарим Тебя От всего Сердца За то Что В это Субботнее Утро Мы Можем Быть Здесь В Церкви Мы Можем Принести Тебе Свою Благодарность Мы Можем Поклониться Тебе Как Нашему Богу Нашему Любящему Творцу И Нашему Спасителю Господи Благослови Сейчас Каждое Сердце Которое Стоит Перед Тобою Чтобы Оно Было Исполнено Любовью И Благодарностью Чтобы Мы Были Верные Тебе В самом Малом И Чтобы Мы Господи Поклонялись Тебе И Приносили Тебе Свою Признательность От Чистого Сердца Благослови Господи Те Дары Может быть Скромные Которые Сегодня Мы Принесем Но Пусть Эти Дары Будут Исполнены Любовью И Приумножены Твоей Благодатью Господи Пусть Во всем Будет Прославлено Твое Святое Имя Имя Отца Сына И Духа Святого Аминь Не было Силы Я стоял На пороге Пропасти Не было Света Я по краю Ходил С помощью Не было В сердце Ни покоя Ни вечной Радости Кровь Сокреста Пролилась Чтоб Меня Спасти Не было Веры Без Ни Я терпел Крушения Не было Счастья Без Него На пути Падения Не было Жизни Только Бог Я мог Ее Найти Кровь На Голгофе Для меня Благодать Сокреста В нем В нем Вечность Я хочу Пребывать В его Любви В нем Моя Радость Он Средь Буря Сумел Меня Найти Он Моя Вера Я хочу Всей Душой Хвалить Его В нем В нем Моя Жизнь В тишине Мое Сердце Мое Полагаю Я в руки Господа Чтобы в жизни Моя Его Рука Направляла Всегда Сердце Мое Наполняет Любовь Спасителя Пролилась На Голгофе Для Меня Благодать Сокреста Голгофе Сердце мое Полагаю я руки Господа Чтобы в жизни моей Его рука Направляла всегда Сердце мое Наполняет любовь Спасителя Пролилась на Голгофе для меня Благодать со Христа Благодать со Христа Мир Божий, дорогая Церковь, рады сегодня приветствовать всех в Доме Божьем, рады приветствовать наших братьев, сестер, детей, молодежь, а также наших гостей. Мы рады приветствовать тех, кто присоединился к нам также на служение онлайн и желаем всех Божьих благословений для каждого. И сегодня к нам со словом обратится наш пастор Церкви Роман Цыганюк, поэтому будем молиться, чтобы Господь особым образом коснулся его сердца, Дух Святой повлиял на наши сердца. Итак, несколько объявлений жизни нашей Церкви. В следующую субботу, 11 июня, в 6 часов вечера у нас будет особенный молодежный вечер, вечер прославления. Мы приглашаем всю молодежь, также приглашайте друзей, знакомых на эту программу. На этих выходных, то есть на следующих выходных у нас будет очень много посетителей из других церквей, из Сиэтла и Портланда и также из других городов, поэтому нам нужно их будет принять на ночь. Поэтому, если вы проявите желание, имеете дугостеприимство, поэтому обратитесь к Софии Резак, телефон в ваших программках, если у вас есть желание принять на эти дни, то есть пятница, суббота и воскресенье, если вы сможете кого-то расположить. Мы будем очень и очень рады. Также в церкви мы ищем жилье для семьи из четырех человек, это папа, мама и двое детей, и семья из двух человек также нуждается в жилье. Если вы можете сдать комнату или знаете, кто имеет возможность это сделать, поэтому обратитесь к пастору, если у вас есть какая-то информация по этому поводу. Также нужен автомобиль, если вы можете одолжить на пару недель ваш автомобиль, мы будем очень и очень благодарны, есть нужда в автомобиле. Также напоминаем, что осталось очень немного времени до наших церковных кемпингов, поэтому не забудьте зарегистрироваться. Вся информация есть в Билотне, то есть там, когда наши все кемпинги и к кому обращаться за регистрацией. И также в следующую субботу мы открываем фон для поддержки миссионерского проекта по распространению книг «Великая борьба в Африке». Братья ставят перед собой цель напечатать две тысячи экземпляров, поэтому давайте, если есть у вас желание, возможность, поддержите этот фон. Фонд будет открыт две субботы, поэтому есть большая просьба, чтобы вы приняли участие в этой акции помощи по распространению этих книг. Также у нас был целый ряд именинников. Мы на имениннике очень богаты на этой неделе, поэтому мы поздравляем всех наших именинников. Это Комлык Богдан, Панчишин Наталья, Концемал Александр Пирчик, Любомирас, Сологор Геннадий, Тарасюк Лорена и Ангелина, и также Димчука Валентина. Мы всех поздравляем. Если они сидят где-то возле вас или вы их встретите, также их поздравьте с их днем рождения. Также на этой неделе мы будем молиться, церковь вся будет молиться за Тункив Анна и Павла, и Уласевича Ивана и Марии мы будем молиться. А также есть особые просьбы. Это за здоровье нашей сестры Лены Суситки, Ольги Казаренко и Вландимира Андроника, если вы помните. Он в Молдавии, он в тяжелом состоянии находится. Будем также особым образом молиться. Также есть большая просьба молиться за съезд Генеральной конференции, которая будет на следующей неделе. И, конечно же, мы продолжаем молиться за то, чтобы мир наступил на Украине. Поэтому мы сейчас просим вас подняться, и мы совершим одну молитву здесь уже. Дорогой Господь, Бог наш, мы благодарны за этот мир и покой, который мы имеем, за эту возможность сегодня прийти в Дом Твой, Господи, имея мирное небо над головой, служить Тебе, петь, Господи, гимны, славить Тебя, слушать проповедь. Мы благодарны, Господь, Тебя за это. И просим, Господи, особым образом благослови и укрепи. И мы особым просим, Господи, за мир на Украине Ты укрепи там наших братьев и сестер, укрепи и дай там мир особым образом. Также большая просьба, Господи, за тех всех братьев и сестер, которых мы прочитали ранее. Есть нужда особенно в исцелении, Господь, в укреплении многих людей. Поэтому мы передаем их в Твои руки и просим благословения на каждого из них. Просим благословения наше служение здесь, благослови каждого присутствующего. Духом Святым ты коснись особым образом. Также просим благослови брата, через которого ты будешь предавать весть, ты Духом Святым коснись и помоги, чтобы мы приняли эту весть от Тебя. «Прибудь с нами, Господь, и прославься только Ты един, здесь, на этом месте, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь». Мы можем не садиться, потому что мы сразу же продолжим.